Почему я не мотоциклист? Я был велосипедистом, вы знаете, я говорю, два колеса я тоже любил, но после того, как мне шлем спас от того, что я не получил травму на велосипеде, и перестал на нем ездить, потому что нет условий для движения. Нет условий для движения на велосипеде, и я не зря сказал, что в Казани не ездить, потому что нет условий для движения для мотоцикл, к сожалению. Поэтому я на нем не знаю. Но я люблю автомобильный транспорт, потому что его любит у меня братишка и, соответственно, и остальные друзья. Поэтому я ничего зазорного этого не вижу. Есть нормальные, не зря сказал, я даже удивился, 800 мотоциклистов собрались организованно, поехали, и нет нового нарушения ПТО. То есть все они могут. То есть это мотосообщество, оно может. Поэтому я не зря говорю, что может. Ну, по обучению. Спасибо за предложение. Наших сотрудников тоже нужно обучать. Я, почему вот детскую, юношную школу мы создали, изначально подсознательно было так. То есть мы изначально пропагандируем мотоцикл, а к мотоциклу у нас такое отношение, вот то, что я сказал, что условий для движения нет, они появятся на улице. Наверное, где-то ошибочно, потому что мир развивается, начальник ГИБДД стареет, я тоже по-другому начну. Мы тоже готовы, вот в свое время поддержали, влагу, посмотреть, денег много не бывает, какое-то счастье, причем не рассмотреть этот вопрос, в каком-то ракурсе, с чего-то, наверное, начинать. Потому что душить мотоцикл, это как бы считать, что моим душем, это никогда не было. Ну, и не пропагандировали, и не популяризировали, я сразу скажу. Это, наверное, обратили внимание, да? Я от этого вопроса всегда уходил. Я всегда говорил, лучше 4 колеса, чем 2. Это выражение есть. И когда родители покупали детям мотоцикла, я говорю, лучше купить старенькую машину, это надежнее, чем 2 колеса, на которых ваш ребенок пассивная безопасность ноль. К сожалению, дороги тоже, ну, сейчас более-менее, сами знаете, там любая кольяка, камешек, вы сами знаете, как назад, как у нас, это достаточно для того, чтобы человек полетел и получил вещи. Но, в любом случае, в этом направлении нужна работа. Но и ремарка такая. Я официально заявляю и в камеру, как руководитель госоинспекции, моя позиция не только в плане мотоциклистов. Значит, мы никогда лично составу не ставим задачу отворить беззаконие на дорогах. То есть, в любом случае, беззаконие, если они творят, мы запираемся, принимаем меры. Ну, есть и уголовные дела, и вы сами знаете, что, соответственно, есть административные, поэтому такого указания нет. Но семья не без урода, всякие, наверное, бывают, потому что действительно активизация у нас бывает, мы работаем по пешеходу. Секреты нет по отсутствию световозвращающих элементов. Для примеров просто говорю. Действительно, мы говорим, почему нет работы? Люди без световозвращающего. Ну, а как? Как доставить людей световозвращающего элемента делать? А на них, если здесь ситуация, наверное, где-то жесткое указание есть. Но если человек, так скажем, перебачивает, значит, наш сотрудник, мы принимаем меры. В этом направлении, и плавно, я resolюсь, какое-то озвучено, я считаю, чтобы претензии были правильные. Все-таки у вас есть ресурс, у вас много. Если 800 человек собрали, правда, там со всех регионов, давайте мы готовы. Честно говоря, мы в свое время, когда свои направляли экипажи на рейд, день-два, мотоциклент движения заканчивалось. Потом мы делали, так скажем, я как знаю, город, где они выезжали, потом по-новому. И, к сожалению, я не зря статистику привел, что там есть и нарушители. Давайте мы даже открыты и готовы работать. Почему? Потому что, я думаю, неорганизованная часть мотоциклистов, она не спамит. Информацией они все равно владеть не будут, хотя мы вот отслеживаем и на сайте, и в интернете, мы же тоже работаем. Там где-то собираются ночью, там собираются ночью, там группы, гонки устраивают и так далее. Если мы живем по правилам, и вы живите по правилам, мы готовы даже с вашей помощью организовать совместную работу. То есть у нас секрета нет. Мы в основном на сайте секрести у нас ночью работают, в вечернее время. Мы готовы вместе с вами, вы сами увидите, что творится на дорогах, может быть, по-другому будете смотреть на эту тему. Потому что, когда своими руками приходится собирать мотоциклы или, так скажем, грузить трупы, после этого начинается по-другому. Это ведь общие критерии. Но аварийность такая, как таковая, проблемная или не существует, я сразу изначально сказал. Поэтому, наверное, где-то, чтобы перекоса в дальнейшем не было, мы готовы к диалогу. И вот, первое, что я на сайте гордо говорю, давайте все мероприятия, которые целевые, по вам будем вместе работать. Пожалуйста, значит, можно создать рабочую группу, буквально одного человека от вас достаточно. Поэтому мы готовы. Давайте попробуем. Так, и все безобразие, которое есть, и весь, так скажем, почему этот разговор идет, или секретов нет, изначально сказал. Я не зря сатистирую привел по нарушениям, по аварийности. Только жалобы населения после 22-24 шум. И на этой почте вот это все начинается. Ну, как всегда. Давайте мы ведем порядок. Да, действительно, наверное, глазовики есть. Если мы по шумам работаем, по всем партнерам, у нас есть прямооточные легковые, у нас аннулирование регистрации намного больше, да? Да. Если эта проблема существует, я согласен, наш уважаемый, я прошу прощения, Шутов, Михаил Юрьевич Горьев. Да. Мы везде есть, мы согласны. Мы тоже везде не можем сказать, что мы везде порядок можем навести и доработать. Если мы везде работали, и все общество работало нормально, несколько сотен погибших на дорогах и скорых бы не было, поэтому давайте вместе работаем. Спасибо. 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 Спасибо.